Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами продолжаем наблюдать за тем, как развивается виноградник второго года жизни. Я его показывала уже вам в начале июня. Как он, можно сказать, только просыпался, потому что весна у нас была затяжная. Я его показывала вам, когда рассказывала, можно ли оставлять урожай на молодых кустах винограда на второй год. Вот сегодня у нас 10 июля. Мы с вами вновь смотрим, как этот самый молодой виноградник себя чувствует. И на его примере я вам показываю нормировку урожаем именно для молодых кустов. По нормировке урожаем взрослых кустов, я думаю, что на этой недельке я уже доберусь до второго участка. И там мы тоже все с вами посмотрим и все вам покажу. Ну а теперь идем смотреть молодые кустики. Как раз сейчас хорошо смотреть, да, уже стоят шпалеры. На самом деле не на весь виноградник. Второго года пока что только на половинку, но тем не менее уже кустики привязаны, подвязаны. Да, уже все смотреть гораздо лучше, свежескошенная травка. Ну, конечно, как всегда говорю, что все развиваются по-разному. А вот смотрите, одесский черный. Показывала вам его ранее. С весны вроде так он замечательно. Пошел в рост, было видно, что побеги такие мощные. И что в итоге? А, в итоге рост остановился. У нас тут, ну, сколько получается по высоте? Ну, сантиметров 30. Были здесь гроздики, кстати. Вот, вот там видно. На земле, да. Ну, конечно, я их убрала. Потому что, ну, вот такое нагружать вообще ни в коем случае нельзя. Потому что толку с этого не будет никакого. Ну, то есть здесь мы кустик сейчас разгрузили. Ну, конечно, надо отращивать вот эти вот побеги. Ливодийские черные. Ну, прекрасно. Вот и даже не 4-5 побегов. Пятый, конечно, слабоват. Но 4 таких вполне хороших, сильных. Даже урожайчик какой-то сигнальный посмотрим. Кстати, по урожаю обещала, что будет нормировка молодых кустов урожаем. Ну, будет буквально через пару минут. Но вот здесь очень интересный пример. Вот эта вот гроздачка, она как раз-таки на маленьком побеге. Вот на этом. А на большом, да, вот такое. Ну, обо что? Пока что я оставлю все. Ну, что кустик мощный, куст большой. И, ну, конечно, если бы все побеги были маленькие, то оставлять на нее грозди, ну, просто неразумно. Ну, поскольку здесь большие побеги, они без гроздей, то оставлю на маленьком, посмотрю, понаблюдаю, как куст будет расти. Ну, я думаю, что в данном конкретном случае этот кустик вполне этот урожай может вытянуть. Вот это у нас красень. Он тоже, в принципе, классический вариант. Две достаточно хорошие лозы. На одной из них у нас есть гроздочки. Но они совсем маленькие. И здесь я оставлю только одну нижнюю. Потому что это вот еще доцветает. Все-таки у нас уже 10 июля. Понятно, что в этом году есть задержка вегетации, молодые кустики. То есть ничего страшного. Ну, нижнюю оставлю. А вот эту уберу, она здесь лишняя. Куст не жирует. Куст нормально растет. Вот в этом нет смысла его сильно нагружать. Вот это у нас сафира. В прошлом году хорошо росла. Ну, в этом 4 побега, в общем-то, тоже растут хорошо. Я думаю, что вполне здесь можно будет сформировать 4 рукава. Ну, вот этот куст монстр, я бы сказала. Это вэльянт. Смотрите. Там он и урожай висит. Вообще, так получилось, что немножко его запустили. Он в траве подлежал. Как получалось. Ну, ему это вообще не сильно повредило. Конечно, вот здесь надо немножко провести работу. В принципе, конечно, и лозы хорошо растут. Но кое-что можно было бы убрать. Потому что наша задача вот на второй год, на третий год вырастить хорошие лозы для дальнейшей формировки. Вот не стоит об этом забывать. То есть, понятно, хочется урожая посмотреть. Все хочется, но тем не менее, вот не надо забывать. То есть, здесь с этим кустиком надо поработать. Да, растет хорошо, безусловно. Но если мы сейчас немножко уберем гроздей, немножко уберем побегов. Поскольку вот расстояние у нас здесь, где технори сидят, 3 метра между кустами. Плюс мы используем формировку со смещенной зоной плодоношения. То есть, нам сейчас надо вырастить длинные лозы. И вызреть их. Поэтому чуть-чуть с кустом, повторюсь, надо поработать. Убрать лишние побеги. Ну, тут, в принципе, даже явно видно, да, вот что-то такое большое. А вот с той стороны, вот, например, да, вот верхушечка побега, она поменьше. То есть, надо убрать и пару гроздочек тоже можно убрать. Да, он вытянет эту нагрузку без вопросов. Но, повторюсь, мы должны помнить о нашей задаче на второй год. То есть, это и не получение урожая, а все-таки формировка куста. Пейна ранний очень плохо с весны выходил. Тем не менее, сейчас, ну, я бы сказала, вот классический вариант для второгодки. И знаете, что интересно, уже не буду показывать его со второго участка, но скажу на словах. То есть, я пейна ранний сидела здесь и на дачном участке на песочках. Так вот, в прошлом году вот этот рост хорошо. Тут лоза была чуть больше метра и даже неплохо вызрела. Правда, перезимовала не очень, но были причины. Не будем на этом подробно останавливаться. Так вот, тоже на даче он плохо просыпался. Но сейчас там кустик выглядит примерно так же. Единственное, здесь две почки проснулась, там проснулась одна. Но побег даже несколько больше, чем здесь. То есть, чувствует себя прекрасно. И я думаю, что, в принципе, даже к осени может обогнать. И вот этот кустик. Несмотря на то, что разница по прошлому году у них была колоссальная в росте. Но, тем не менее, на второй год кустики могут показывать, скажем так, результат абсолютно противоположный прошлому году. Это у нас альминские. Некоторые лозы здесь уже больше метра. Некоторые чуть меньше. Вот сейчас, уже к началу июля. Ну, понятно, если бы у нас была хорошая погода, это было бы видно раньше. Очень хорошо прослеживается развитие куста. То есть, например, в начале июня, в конце мая, особенно с учетом этого года, когда у нас весна была холодная, бывает, что не совсем понятно, как куст развивается. Изначально он может хорошо стартануть, потом притормозить. Может быть, наоборот. Примеры еще вам покажу сегодня. Показывала чуть раньше. А вот сейчас, ближе, скажем так, к середине лета, уже все становится более-менее понятно. Показывала вам этот кустик. Показывала, сколько много гроздей на нем заложено. Ну, вот смотрите, побегов мы оставили в итоге. Смотрим, вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из них четыре хороших, крепких, ну, а два таких поменьше. В принципе, куст растет хорошо. Куст растет активно. Куст дает пасынки. Поэтому вот эти вот слабенькие мы уже убирать не будем. Но что мы будем убирать? Это гроздочки. Не все. Я уже говорила вам, когда рассказывала, что, ну, вообще, можно ли получать урожай на второй год. Можно, в некоторых случаях даже нужно. Ну, конечно, все должно быть разумно. Потому что не догрузить куст молодой плохо. Он будет жировать, он плохо вызреет к зиме. Соответственно, плохо ее перенесет. С другой стороны, перегрузить куст тоже опасно. Да, мы получим урожай. Но, опять же, к осени, к зиме кустик будет ослабленный. И в следующем году будет расти плохо, теряем время. В общем-то, и так, и так. Поэтому здесь нужен разумный подход. Ну, вот давайте смотреть. Вот на примере этого побега. Побег у нас не сильно большой. Смотрите. Вот высота его сантиметров 70. А там верхушечка обломалась просто. К сожалению, пока подвязывали, бывает. И на нем заложены три грозди. Раз, два, три. Ну, понятно, вот эта вот слабенькая. Да, только отсвела, мы ее однозначно убираем. Дальше. Вот эти вот две гроздочки. Ну, конечно, всегда хочется оставить. Правда? Но я вам уже показала, что побег небольшой. Поэтому оставлять две однозначно нет. Еще одну убираем. Ну, тут даже видна разница в гроздях. Да, вот эта и вот эта. Вот эту убираем. Смотрим дальше. И мы с вами обращаем внимание не только на этот конкретный побег, но и, в общем, на весь кустик. У нас есть гроздочки еще вот на большом сильном побеге. Вот этот побег у нас, ну, метр с хвостиком. И, в принципе, все. Значит, пока вот эту гроздочку мы можем оставить. Сзади побеги у нас холостые. И вот на этом толстом, крупном побеге мы оставим только одну гроздь. Особенно с учетом того, что у альминского грозди довольно крупные. 300-400 грамм. Ну, ну, уже видно, что гроздочка не самая маленькая. И поэтому в первый год нагружать его двумя гроздями, ну, все-таки нежелательно. Вот эта гроздочка мне нравится больше. Она такая покрупнее. Это поменьше. Значит, вот эту я убираю. Пока оставляю вот так. Понаблюдаю немножко вот за этим побегом, за этой гроздочкой. Возможно, уберу ее и оставлю только эту. А возможно, что так и оставим, потому что кустик развивается достаточно хорошо. Зеленой массы хватает. И, в принципе, вот эти две гроздочки он вполне в состоянии, должен быть, вполне в состоянии прокормить. Следующий пример – это ронда. Здесь у нас тоже 4 или даже 5 побегов. Смотрите, 2 довольно крупных по метру. И 3 помельче. И все вот это у нас усыпано ягодами. Смотрите. За листиком не видно. Раз гроздочка. Два гроздочка. Три гроздочка. Это на одном побеге. И даже маленькая вот такая. Ну, маленькую, да. Я думаю, что всем понятно. Однозначно убираем. Дальше вот там тоже достаточно сильный побег. Видите, позже цена. Раз гроздочка, два гроздочка. На этих побегах что у нас? Раз, два. Что-то там вот еще. Ой. Доцветает. То есть здесь ягод очень много. Для такого кустика, да, в среднем по характеристикам ронда грамм 150 гроздочки. То есть они небольшенькие. Но мы с вами должны обязательно учитывать и общее состояние кустика и его возраст. Это очень важно. В первые годы все-таки не пожадничать. Потому что потеряем время. Значит, что мы здесь убираем? Конечно, если бы у нас был куст помощнее, покрупнее, можно было бы ничего не трогать. Но все-таки не настолько мощный, не настолько крупный. Ну, давайте начнем со слабых побегов. Смотрите. Вот у нас небольшой такой побежек. И, кстати, обращаю внимание сразу на верхушечку. Видите, она почти прямая. То есть уже говорит о том, что питания не совсем хватает. Значит, этот побег мы разгружаем полностью. Ну, тут и гроздочки такие еще, видите, не какущие. Раз. Да, вот даже доцветала, доцветала гроздочка. Так, этот мы разгрузили. Следующий побег, тоже, смотрите, небольшенький, сантиметров 70. Но здесь, правда, короночка загнута. То есть пока что еще ему вроде всего хватает. Но все равно такие побеги грузить урожаем не нужно. И смотрите, какой плодовитый. Вот маленькую убираем. И здесь у нас еще две тоже. Убираем все. Не надо такие побеги нагружать. Единственный случай, если, ну, очень хочется посмотреть сортовую принадлежность, то можно оставить, например, пол гроздочки. Ну, чтобы посмотреть. А так, даже несмотря на то, что по характеристикам, как бы, небольшой, будет размер гроздочки все равно. И надо. Убрали. Специально перешла на другую сторону кустика. Вот. Еще один небольшой побег. И здесь у нас раз, два, три, четыре. И там еще вот, вот, скажу, какие-то гроздь. Видите, какой плодовитый. Ну, однозначно убираем тоже побеги небольшие. Все это, все это убираем. Пусть, ну, надо, чтобы выросла лоза хорошая. Потом уже будем получать полноценный урожай. И что у нас остается? У нас остается два таких побега покрупнее. Развиваются они хорошо. Дают пасынки. Смотрите, видите. Идут хорошие пасынки и закрученные верхушечки. То есть, вот эти два побега у нас могут тянуть урожай. На одном из них у нас две гроздочки. Это одна такая хорошенькая. А вторая, ну, чтобы вам было видно, такая недогроздь. Вот недогроздь мы уберем. А вот здесь, смотрите, три таких крупных, хороших, красивых грозди. Одну мы однозначно убираем верхнюю. А две пока оставим. Но еще понаблюдаем немножко, как кустик будет себя вести после разгрузки. Если увидим, что что-то идет не так, тогда уберем еще одну грозточку. Если бы это у нас был столовый сорт, крупноплодный, то, конечно, оставляли бы вообще одну. Здесь, напомню, масса гроздей заявленная грамм 150. Поэтому пока что на этом конкретном побеге можно попробовать оставить две. Но еще понаблюдать. Это у нас пинануар, клон урожайный. Смотрите, ну, лоза где-то... Ну, чуть-чуть меньше, чем полтора метра. И так получилось, что побег только один. Идут активно пасынки. И обратите внимание на толщину лозы. Специально вот руку прикладываю, чтобы было видно лоза толще моего мизинца. На самом деле у технических сортов лоза не должна быть такой толщины. Вообще про толщину лозы еще отдельно с вами поговорим в ролике про ожирование кустов. Но у технических сортов если лоза толстая, это все-таки говорит о ожировании. Тем более так получилось, да, что тут один побег. Ну, вот показала вам, и пасынки активные идут. И здесь у нас две гроздочки. Вот раз. И вот там еще одна. Вот в данном случае мы обея ставим. Во-первых, у пина в принципе гроздочки небольшие. И мы видим, что куст, вот он слишком активно растет. Вот так получилось, что один побег, одна почка только проснулась. Соответственно, корневая там хорошая. активно все это кормит. И вот такой кустик надо грузить. Поэтому здесь смело оставляем обе гроздочки. Здесь у нас Олег. Он же диамант. Ну, тоже небольшие побеги. Ну, два где-то по метру, третий поменьше. И на одном из побегов у нас две гроздочки. Видите, рост так себе. Не очень хороший. Верхушечки у нас пытаются разогнуться. Вот на одном побеге. На втором тоже показываю. Ну, пасынки какие-то идут. Но так не очень активно. Ну, что об активном росте. Куста нам говорит загнутая верхушка. Единственное, у слаборослых сортов она может быть в некоторых случаях расправленной. И наличие пасынков. Когда их много, когда они активно растут, говорит о том, что растений всего хватает. Ну, здесь нет такого активного роста. Поэтому не надо. Кустик перегружать. Одну гроздочку мы попробуем оставить, посмотреть, как она в наших условиях себя поведет. Ну, а вторую убираем. Все-таки надо дать кустику возможность нарастить лозу, нарастить зеленую массу. Ну, вот здесь вот пасынок тоже мы подрежем. Это у нас дублянский. Ну, вот здесь, видите, один побег до нижней проволоки еще не совсем дорос. Второй чуть-чуть перерос. То есть рост слабенький. Да, и при этом мы видим, что у нас здесь есть какой-то урожайчик. Вот здесь. Кстати, да, вот не знаю, видно вам или нет из-за тени. Сейчас приближу. В общем, получается... А, есть еще один побежек у нас. Три побега. И на каждом по две грозди. Ну, конечно, нельзя такую оставлять. На всех побегах я гроздочки убираю. Единственное... Вот у нас на более сильном побеге две гроздочки. Слабовато они опылились. Пока, наверное, обе оставлю, потому что вот это вот... Да. Сейчас я ее попробую чуть-чуть открутить. Вот этот усик мы подрежем. То есть, на самом деле, здесь могут быть всего лишь пару ягодок. И здесь, вот на этой, всего лишь пару ягодок. На всякий случай, посмотреть, как говорится, подтвердить сортность. Этого будет достаточно. А все остальное все убираем, потому что кустик растет слабовато. Не надо его грузить. Кодарка. Ну, вообще, здесь красиво, хорошо растет. Тоже побеги где-то метр двадцать. Примерно, смотрите. Ну, один чуть-чуть отстает, а три вообще просто как на подбор. Да, как по линеечке. Покажу тоже толщину лозы. Она у нас достаточно толстая. Смотрите. вот здесь вот на солнышко. Выдвинутость. Вот этот побег такой хорошо развивающийся. Одна груздочка. Вот отцвела. Завязались ягодки. Ну, здесь однозначно одну эту смело можно оставлять на этот куст. Он эту нагрузку прекрасно вытянет. Тем более, что вот кустик очень хорошо, красиво развивается. А вот смотрите, легенда, технический сорт. потому что легенда есть и столовый сорт народной селекции. к сожалению, некоторые народные селекционеры не обладают должной фантазией и не проверяют название сортов, что такие уже есть. Поэтому часто бывает, что с одним и тем же названием существуют и столовые сорта, и технические. Так вот, легенда показывала вам ее весной. Не хотела она у меня просыпаться. Причем у меня был второй кустик, который хранился в подвале. И у меня уже даже была мысль заменить. И в тот момент, когда я уже решила поменять, показались какие-то почечки из земли. Ну и решили уже не трогать. Оставим как есть. Ну видите, замечательно растет. Ну в принципе классический для двухлетки. где-то по метру лозы, два побега. Ну в общем-то растет так, как и положено расти виноградному кустику на второй год. Ну вообще вот это вот четыре ряда это технические и универсальные сорта. все растут хорошо, только кто-то растет вот так. Да, большие. Ну кто-то поменьше. Ну я вам напоминаю нашу задачу на этот год, на второй год. надо вырастить в принципе два побега и каждый чтобы вызрел на четыре почки. Этого будет достаточно, хотя конечно нам всегда хочется больше. Теперь переходим к столовым. столовые тоже растут по-разному. Видите, пока что они на колышках в большинстве своем. Шпалера есть только для одного ряда. вот этот ряд покажу. Здесь в принципе все такое вот средний рост. Так как и положено на второй год. Кстати, вот этот кустик вам показывала когда рассказывала про урожай. на второй год и показывала что кустик такой был слабенький несмотря на то что был с гроздочкой возле сарая он сидит с одной стороны хорошо это южный пристенок с другой стороны есть нюансы в виде перевлажнения но сейчас дождей не было поэтому фактор перевлажнения ушел гроздочку этот кустик даже мы не убирали она сбросилась сама такое бывает не всегда поэтому если кустики слабенькие то гроздочки мы убираем вот ну и в общем-то смотрите хорошо он пошел в рост вполне вполне этого достаточно тоже для второго года тем более что он осенью был пересажен я думаю что к этой осени еще подрастет и нарастит нам хорошую лозу к нормировке столовых сортов мы относимся еще более ответственно чем к техническим почему потому что у столовых сортов больше грозди и соответственно нагрузка больше понятно наше желание посмотреть с урожайным всегда хочется его получить как можно быстрее но много раз повторяла за сегодня наша задача с первые годы это все-таки не урожай вот смотрите это у нас черный хрусталь где-то вот метр самая большая лоза даже в принципе можно посмотреть верхушечку у нас распрямленная да тут 4 побежика оставили 2 побольше 2 поменьше и вот там смотрите у нас гроздочка раз и вот гроздочка 2 помню мы даже на технических оставляли во многих случаях по одной грозе здесь убираем здесь пока можно чуть-чуть понаблюдать но в принципе тоже эта гроздочка она большевата для этого куста можно вот так вот резануть просто ну оставить посмотреть как говорится подтвердить сортность может быть даже ну как бы и больше смотрите можно вот так резануть и вот это крылышко убрать и все буквально пару ягод только для удовлетворения своего любопытства ну вот кустик Наташи Ростовой длина лозы здесь ну уже больше двух метров если бы шпалера стояла то было бы до верха шпалеры видите как мощно и хорошо растет заложены там и гроздочки ну пока вот так вот к сожалению не совсем оккультурина не хватает на все времени не хватает на все возможности есть там и гроздочки поскольку кустик пока что на палках не совсем удобно это смотреть ну вот гроздочка вот там да видно гроздочка две на побег побеги хорошие побеги красивые да хорошо растут толщина нормальные количество тут нормальное но в любом случае не больше одной на побег то есть если бы мы сейчас распутали это разложили по шпалере и увидели гроздочки на двух на трех побегах повторюсь поскольку они растут у нас хорошо то можно было бы вот в данном случае данного конкретного куста оставить гроздь на каждом побеге вот но все-таки не больше одной на одну лозу ну как видите все очень индивидуально есть примеры тех кто очень хорошо казалось бы рос с весны а сейчас остановился в своем развитии есть обратные примеры да есть те кто замечательно заложил урожай есть те у кого урожай этот нужно убирать кого-то наоборот нужно грузить то есть все индивидуально и точно так же вам скажем так такой инструмент что если у вас молодые кустики заложили урожай как нормировать нет единого какого-то правила мы ко всему подходим индивидуально мы смотрим за развитием куста мы понимаем что мы для него делали что для него не делали но в соответствии с этим плюс сортовые особенности мы уже нормируем то есть здесь вам самим нужно понять и разобраться с этой системой наблюдать за кустом и он вам сам в общем-то подскажет что и как с ним делать и касательно ухода за молодыми кустиками здесь тоже все индивидуально если у нас куст развивается слишком хорошо слишком сильно и может быть даже жирот значит мы должны предпринять меры к остановке этого самого жирования потому что самое главное что мы должны к чему прийти в конце сезона это к вызревшей лозе хотя бы на 2-3 почки вот это наша цель при выращивании куста винограда на второй год все остальное это скажем так побочно подробно про жирующий куст что это такое что с ним делать есть отдельный ролик под этим видео нажав кнопку еще в описании я вам ссылку оставлю а если ваши виноградные кустики растут не очень хорошо да небольшие приросты тоже не расстраивайтесь не отчаивайтесь сейчас еще у вас достаточно времени для того чтобы применить некоторый уход если сухо значит мы поливаем молодым кустам полив нужен обязательно не надо смотреть что а кто-то где-то так выращивает вы выращиваете на своей земле в своих условиях и ваша задача дать вашему кусту хороший уход чтобы он нарастил нормальную корневую он нарастил нормальную верхнюю часть поэтому не надо смотреть на кого-то где-то там вы смотрите конкретно у вас в ваших условиях значит если сухо мы поливаем еще сейчас вот где-то до середины июня июля точнее да можно немножко подкормить той же органикой настоем навоза еще вы успеваете это сделать позже уже не следует но сейчас это сделать и в принципе если у вас небольшие приросты то тоже не стоит расстраиваться в классическом варианте вообще нам на второй год надо вырастить грубо говоря два прутика которых по осени мы должны обрезать всего лишь на две почки то есть нам надо чтобы и вызрело оно на две почки а это примерно вот столичка всего лишь поэтому если у вас небольшие приросты не расстраивайтесь в следующем году все может кардинально поменяться ваши вот эти слабые кустики могут дать такой ролл что вы только будете сидеть и удивляться тем более что есть определенные сортовые особенности вот некоторые сорта винограда они в первые годы действительно могут ну скажем так подтупливать и это абсолютно нормально в классике вот на третий год мы должны получить какие-то сигналочки получается раньше замечательно не получается все нормально да то есть помни некоторый ход мы даем нашим кустикам да мы о них заботимся и в данном случае лучше где-то может быть и не докормить но получить вызревшую лозу чем перелюбить эти кустики перекормить ну и получить к осени непонятно что ну а я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды мой контакт и до новых встреч